МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А общество репрессированных вспоминает свое тяжелое детство, которое пришлось на ссылку родителей. Сам я родился в ссылке. Ворник Рубиш, это бывший Каинск, куда до революции ссылали всех. Папа мой был инженер. Просто написали завистники донос, чтобы получить комнату, где они жили. Помню это ужасное время. Мы все время вспоминаем память наших родителей, и всех замученных, расстрелянных. И таких родственников репрессированных в Люберецком округе сейчас проживает 320 человек. Ежегодно в памятную дату многие из них приходят к главпочтампу, где в сталинское время было здание НКВД. В 2010-м здесь установили мемориал, где на камне символично высечены следы от пуль. Это все происходило внутри нашего государства. Это делали люди, которые занимали какие-то определенные должности. Мы называем тысячи, а за каждым человеком это семья, это жизнь, это боль, это горе. И, конечно же, мы думаем о том, чтобы это не повторилось. К тем, кто имеет прямое отношение ко дню скорби, присоединились общественные деятели и молодежь. В этом году память жертв политических репрессий в Люберцах также почтила заместитель руководителя Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья Марина Мокшина. Пока мы помним, что это было, мы приняли это, мы не отрицаем. Пока мы передаем подрастающему поколению, рассказываем, что произошло в нашей стране, я считаю, что у нас есть надежда, что этого больше никогда не повторится. В завершении встречи служители храма совершили литию по невинно убитым жертвам. После этого участники возложили к памятнику цветы. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и вы будете в курсе самых интересных событий.